Всем привет! Как-то давно я показывала укоренение такими отводками. Я пользуюсь боксами, потому что мне реально с ними удобно. Есть, по моему опыту, я сейчас тоже все делаю. Есть вот такие, видите, тоже корни пустила, тоже видно, но пока я не увижу вот так вот корни, размотать и посмотреть влажность я не могу. Поэтому я на бум беру шприцом периодически, раз в неделю, и туда немножко водозливаю. Вот здесь вот мне ниже тоже сделала. Ниже я корней до сих пор не вижу, я даже открыть ее посмотреть-то и не могу, что там внутри вообще есть, там что-то какие-то движения или нет. Зато, допустим, вот такой вот бокс, вот он, видите, 8.05 я поставила, тут уже даже вот здесь вот корень видно. Он, во-первых, с ним удобно, вот здесь вот отщелкнул, по-любому нужно туда что-нибудь наподобие пленки. Это чтобы не разводить. О, я теперь не знаю, как открыть, я там корнями задавила. Ну ладно, не страшно уж. Вот, я могу вот так вот сделать. Ой, и посмотрите, какая красота. Да, и все видно, все прозрачно. Я, по крайней мере, знаю, что вот он укоренился, да, его, по идее, можно уже срезать. Плюс я вижу влажность. Вот на данный момент, сейчас я покажу. На данный момент, видите, она, ну, я, по крайней мере, вижу, она такая суховатая. И ее нужно увлажнить, потому что корни начали активно пить. Видите, вот она идет по всему кругу. Корни начали активно пить, поэтому она быстро пересыхает. Вот что еще удобно. Если вовремя ее не полить тут, она просто-напросто высохнет, и корни могут напряжиться. Поэтому я сейчас, ну, мне, правда, сейчас некогда пока ее срезать и ставить в укоренение. Я ее сейчас увлажню, обратно одену этот бокс. Когда я буду ее срезать, я ее срезу, срежу прям под самый вот, ну, то есть под вот минимум самый. Вот, тут еще один корень сваливает, видите, вниз куда-то. Посажу в землю и накрою пакетом, потому что в любом случае он может листья поникнуть. Ну, то есть листья могут поникнуть. Ну, и, соответственно, ничего хорошего не будет, если листья поникнут. Поэтому я сейчас увлажнила, а там уже дальше разберемся. Если нужно будет видео, как я это делаю, я могу потом снять. Напишите в комментариях, надо оно вам или нет. Потому что я же не совсем прям такой блогер. Я просто делаю вот как умею. Также не забывайте, что если вы делаете вот так, да даже если вы бокс наденете, на солнце ставить нельзя. У меня он иос пускал корни вообще не под светом, естественно. У меня просто здесь есть место, где у меня просто под досветкой растут растения. Прекрасно растут. И корни, ну, то есть тут влажность лучше держится. Ничего, если вы поставите на солнце, и там за день в день вообще может все высохнуть. Имейте в виду, на солнце такие укоренения ставить нельзя. Единственное, что можно, это если у вас есть где-то место, где не попадает солнце. Либо очень хорошо закрывать по краям где-то вот эти места, чтобы было удобно. Еще забыла сказать, когда вот таким способом укореняешь, видите, он здесь начал пушиться, ну, соответственно, да, я его резанула, он начал обрастать. И внизу тоже, где я обрезала, он начал ветвиться очень-очень хорошо. И вот это очень классно, потому что здесь, по сути, если я вот так вот чекану его, да, посажу, если он хорошо приживется, то есть вот эти все ветки, получается, он будет как пушистый куст. И вот эти все почки, которые тут тоже, видите, голые, либо можно его вот так обрезать, да, и поставить, вот он идет, да, в три ветки. Можно так вот обрезать и оставить. Можно, как бы, как я здесь вырезану, так тоже его и оставить, потому что здесь может точка проснуться. Вот здесь, видите, тоже почка проснулась, ее не было. Соответственно и тут внизу точно так же вот была вот эта вот одна ветка проснулась, вот эта почка проснулась вот с этой стороны почка, поэтому здесь еще тоже, здесь может проснуться тоже. Ну и соответственно здесь тоже все потом попросыпается. Я вчера с этой стороны уже ветку обрезала, поэтому он такой с одной стороны, лысый с другой стороны нет. Так что вот такие вот моменты есть. Всем пока!